Штрафы за браконьерство в 2018 году. Каждый охотник или рыболов должен беречь природу, охранять животных, рыбу и их естественную среду. Это определено в основном законе РФ в статье 58. Тот, кто решил заниматься браконьерством, должен осознавать, что санкции за подобное деяние усиливаются год от года. Нарушителя могут оштрафовать или арестовать. По разным оценкам в России насчитывается порядка 3 миллионов охотников. Большинство из них законопослушные граждане, соблюдающие все законодательные нормы и правила, но есть и такие, которые их нарушают. И подчас совершенно осознанно, например, ведут охоту в заповеднике или добычу зверя вне сезона охоты. Нормативная база. На охоте основой охотничьего законодательства в России является основной закон страны. За последние годы было принято порядка 30 нормативных документов, которые так или иначе относятся к охоте, рыболовству и борьбе с браконьерами. Так, в основе охотничьего права лежат следующие законы об охоте, о животном мире, об оружии, об особо охраняемых территориях. Лесной кодекс. Рядовому охотнику в первую очередь будут интересны правила охоты России. Порядок выдачи охотничьего билета. Требования охотничьего минимума. Это только часть законодательных и подзаконных актов, которые регулируют охоту и рыбалку на всей территории страны. Наказание за совершенные правонарушения подробно указано в административных и уголовных кодексах РФ. Действующее законодательство и браконьеры любой охотник и рыболов должен понимать, что нарушение правила охоты чревато ответственностью. И административной, и уголовной. Вид наказания определяют с учетом множества критериев тяжести совершенного правонарушения, последствий, возникших в результате совершенного проступа ущерба, который нанесен окружающей среде. Нарушитель должен помнить о том, что за повторный проступок наказание будет ужесточено. В частности, штрафы за браконьерство 2018 года. Не только увеличатся, но и могут обернуться потери охотничьего оружия и права на охоту. Обратите внимание, браконьер, лишившийся прав на охоту, может быть лишен и прав на ношение и хранение оружия. Надзор за соблюдением охотникам правил охоты осуществляет производственные охотничьи инспекторы. Они наделены широкими полномочиями, в частности, они вправе проверить все документы на проведение охоты при необходимости инспектор. Инспектор может досмотреть транспорты самого охотника и его личные вещи. В случае выявления любого нарушения инспектор может составить акт, при этом фиксируя происходящий на фото или видеокамеру. Составленный акт, если нарушение достаточно серьезное, охотник инспектор вправе передать в органы правопорядка. В них будет приниматься решение штрафовать нарушителя или возбудить уголовное дело. Охотничье ружье нарушения в зависимости от тяжести могут повлечь за собой административную, штрафные санкции или уголовную ответственность. В частности, статьей 8.37 административного кодекса предусмотрены санкции, которым будет подвергнут нарушитель. Эта статья касается разных видов нарушения. Например, за охоту на зайца в неурочное время. Например, за нарушение определенных правил нарушителю будет оформлен штраф от 500 до 4000 рублей. Если нарушитель, который любит охотиться, является должностным лицом, то минимальная сумма штрафа составит 20000 рублей. Максимально 30000 рублей. При этом у него будет изъято оружие. Важно! При повторном нарушении для граждан штраф составляет от 4000 до 5000 рублей. Для должностных лиц размер штрафа находится в диапазоне от 30000 до 50000 рублей. Те браконьеры, которые любят свежую лосятину, должны понимать, что штраф за лося без лицензии 2018 года составит 560000 рублей. Штраф за убийство лося подняли именно в 2018 году. До этого он был в два раза меньше – 280 тысяч руб. Ужесточение штрафных санкций за незаконную добычу копытных связано с тем, что доходы от легальной охоты ниже, чем ущерб от браконьерства. Если у этого охотника нет лицензии, то ему грозит штраф за убитого лося. Ниже приведен перечень штрафов за незаконную добычу некоторых видов зверя. Штраф за косулю без лицензии от 40 тысяч до 240 рублей. Штраф за кабана без лицензии от 30 тысяч до 120 тысяч рублей. Штраф за медведя без лицензии в 2018 году составляет 60000. Руб штраф за бобра без лицензии самый низкий – 6000 руб. Не менее жесткие наказания предусмотрены для тех, кто осуществляет браконьерский лов рыбы. Те, кто нарушил правила рыболовства в первый раз, могут быть подвергнуты штрафу от 2 до 5 тысяч рублей, при этом у них будут изъяты снасти и плавательные средства. Должностные лица подвергаются более жесткому наказанию, штраф для них лежит в диапазоне от 20 тысяч до 30 тысяч рублей, снасти и плавательные. Средства также подлежат изъятию. Если нарушение совершило юридическое лицо, то штраф составит от 100 тысяч до 200 тысяч рублей, снасти и плавательные средства конфискуют. В правилах рыболовства, которые действуют в каждом регионе РФ, описаны орудия лова, запрещенные к применению, и изложен перечень рыбных ресурсов, которые ни под каким видом нельзя вылавливать, например, на Волге и Каме это стерлить. Важно! Если совершены более серьезные нарушения, то правоохранительные органы на основании документов, полученных от охотинспектора, могут переквалифицировать административное в уголовное преступление и возбудить дело на основании статьи 258 УК РФ. Кто принимает решение об административной ответственности? Постановление об административном взыскании выносит должностное лицо, как правило, это руководитель того подразделения, в чьей зоне ответственности находится территория, на которой совершено нарушение. Это может быть руководитель межведомственной рыбоохраны, если, например, незаконный лов рыбы произведен на его подведомственной территории. Вынесение решения производится на заседании комиссии, на ней рассматривается административное дело, нарушитель получает возможность объяснить мотивы совершенного правонарушения. Если нарушитель по каким-либо причинам не явился на заседание комиссии, то дело может рассматриваться в его отсутствии о копии принятого. Решение будет направлено ему заказным письмом. Как правило, в акте указываются и реквизиты, по которым необходимо заплатить штраф, например, в отделении Почты России. При заполнении квитанции необходимо сделать отметку, что перечисляемая сумма предназначена на погашение административного штрафа. Незаконная рыбалка как опротестовать решение. Решение, вынесенное должностным лицом по факту совершенного нарушения, вступит в силу через 10 дней после его вынесения. Вот в эти 10 дней можно обжаловать вынесенное решение. Его можно обжаловать либо в вышестоящей организации, либо в суде по месту расположения органа, вынесшего решение. Для этой процедуры необходимо составить жалобу в двух экземплярах. Оригинал с приложениями «Ходатайство и ПР» передается в канцелярию, где его должны зарегистрировать. Отметка регистрации ставится на втором экземпляре. В суде такая жалоба будет рассматриваться в течение двух месяцев. А хоть инспектор чем грозит несвоевременная уплата штрафа? Административный кодекс говорит о том, что неуплата наложенного штрафа в положенное время влечет за собой новый административный штраф. Вдвое больше, чем первый, причем второй штраф не может быть менее 1000 рублей, при этом может последовать арест на 15 суток. Или быть назначена работа сроком на 50 часов. Штраф должен быть уплачен в течение шести дней с момента его вступления в законную силу. Обратите внимание, судья или должностное лицо имеет право отсрочить уплату штрафа на срок до одного месяца. Если нарушитель в срок не предоставил документов, подтверждающих факт оплаты, то судья или должностное лицо, вынесшее решение об административном Наказание направляет все необходимые материалы в службу судебных приставов. Изменение законодательства по штрафам за незаконную охоту в 2018 году Природа охраны и законодательства становятся все жестче. Так президент своим указом принял закон, который усиливает наказание за незаконный лов рыбы. Штрафы заметно вырастут, например, если будет отмечен особо крупный размер, то размер штрафа может составить как минимум 300 тысяч рублей. При необходимости к нарушителю могут быть применены и статьи из Уголовного кодекса, которые предусматривают наказание в виде лишения свободы на два года. Это наказание будет применено к тем, кто использовал взрывчатые вещества, электрический ТКПР. Особенно строгим будет наказание за рыбалку во время нереста. Также Госдума в 2018 году во втором чтении приняла законопроект номер 494994-5 о внесении изменений в федеральный закон об охоте и в КАП. Основные изменения по штрафам за незаконную охоту в 2018 году Штраф за нарушение правил охоты 2018 года Для физических лиц станет ниже с 2-5 тысяч. Его снизили до 504 тысячи рублей. А вот для должностных лиц выше с 20-30 тысяч. Вырастает до 20-35 тысяч рублей. При этом у физлиц также будут конфисковываться орудия охоты. Повторное нарушение правил охоты будет караться штрафом от 4 до 5 тысяч. Руб для физлица от 35 до 50 тысяч. Руб для должностных лиц. Штраф за охоту без путевки 2018 года. При отказе охотника предъявить необходимые документы, дающие ему право на добычу охотничьих ресурсов, он лишится права охотиться на срок от 1 до 2 лет. Если это должностное лицо, то его оштрафуют на 25 минус 40 тысяч. Чтобы не стать нарушителем, достаточно соблюдать правила законодательства об охоте, выходить на охоту в обозначенное время, иметь при себе все необходимые документы и добывать только того зверя, который указан в утевке. В этом случае проблем с законом быть не должно и каждый выезд на охоту доставит удовольствие. Продолжение следует...